Дорогие друзья, я всех вас сердечно приветствую. И для меня это еще раз большая честь и милость от Бога сегодня участвовать в сегодняшнем служении. И я благодарю за это Бога. И в то же время я чувствую ответственность свою перед Богом, потому что мы проповедники, мы в большей мере отвечаем перед Богом за то, что мы проповедуем, и не только что мы проповедуем, а как мы живем, соответственно тому, как мы проповедуем. И понимая эту ответственность, я стараюсь жить и применять то, что я другим говорю в своей жизни. Но хочу сказать, что иногда бывают моменты, когда понимаешь, что не все получается так, как хотел бы. И это бывают неприятные моменты, горькие моменты, когда приходишь к Богу и каешься в определенных вещах, когда просишь, чтобы Бог вразумил и дал какое-то утешение. И слава Богу, что Бог нас не оставляет в эти моменты, и Он утешает. И в свое время я также имел утешение, я думаю, что это от Бога, когда Бог положил мне на сердце такую мысль, что хотя иногда не все получается в моей жизни, но это не значит, что Его Слово не имеет силы в моей жизни. Его Слово имеет силу, но эта сила, она проявляется постепенно. Христос когда-то сравнивал Слово Божие и с семенем. И когда мы наблюдаем за семенем, мы видим, что не сразу эта сила проявляется. Вначале маленький росток, потом какое-то растение, а потом уже мы видим плоды, проявление силы этого семени. Но это проходит какое-то время. И почему я сегодня сейчас об этом говорю? Потому что я так предполагаю, что, возможно, кто-то из нас сегодня послушал одну, вторую проповедь и будет воодушевлен тем, что он услышал, и будет иметь искреннее желание все это исполнять и держаться этих истин. Но может быть такой момент, что не все получится. И тогда может приходить уныние, сомнение, и может казаться так, что, наверное, у проповедника все получается, или у других братьев все получается. И дьявол может наносить смущение. Но мы должны знать, что Слово Божие, если мы его слушаем, если мы верим в его силу, то даже если не все получается у нас сразу, оно действует. И оно приносит свой плод. И некоторые плоды мы уже видим в своей жизни. А некоторые мы еще увидим. И поэтому настроимся на то, чтобы слушать Слово Божие. И я хочу прочитать сегодня Евангелие от Иоанна, 4 глава, 34 стих. Иисус говорит им, «Пища моя есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Такие слова когда-то Иисус сказал своим ученикам. Почему Христос сказал им эти слова? Какие были обстоятельства? И когда мы читаем 4 главу Иоанна, мы находим, что ученики со Христом проходили Самарию, и они решили там сделать остановку, чтобы отдохнуть, чтобы купить пищу, подкрепиться. И Иисус Христос остался у колодца, а ученики пошли в город, в селение, купить пищу. И вот в этот момент ко Христу, к колодцу подошла женщина, и Христос имел беседу с этой женщиной. Они говорили о определенных духовных истинах, о пророчествах, о приходе Мессии. И эта женщина поверила тем словам, которые сказал Христос. Она это приняла. И она пошла в город и рассказывала жителям Самарийского города, и они тоже заинтересовались, кто же такой Христос, кто же этот человек, который сидит у колодца. И они также решили прийти ко Христу послушать. И в это время возвратились ученики. И ученики обратили внимание, что когда они предложили пищу Христу, то Христос не проявил какого-то особого интереса к этой пище. И они даже между собой так рассуждали, что, наверное, уже кто-то ему принес пищу, и он уже покушал. И вот тогда Христос им сказал эти слова, что «Моя пища есть творить волю пославшего Меня». Что хотел Христос сказать этими словами? Я так думаю, что Христос хотел сказать ученикам, что пока Мессия не отсутствовали, Он имел особую радость, особое удовлетворение для Своей души. И это удовлетворение было настолько сильным, что Он даже перестал чувствовать чувство голода. Так иногда бывает и в нашей жизни, когда мы имеем какую-то особую радость, какое-то особое удовлетворение, мы даже забываем, кушали мы или нет. Это становится для нас неважным. И вот Христос сказал ученикам, что Он нечто такое особое пережил в это время. И дальше Он объяснил, что же дало Ему это удовлетворение. И это удовлетворение Его душе принесло то, что Он совершил волю пославшего Его. Он проповедовал самарянам, и самаряне приняли Его Слово. Воля Господня, она совершилась. И когда мы дальше смотрим по Евангелиям, историю жизни Христа, мы находим, что Христос везде искал это удовлетворение, творить волю пославшего Его. Он шел туда, к этим людям, которые были в грехах, которые были в каких-то бедах, которые нуждались в духовной поддержке, в каких-то освобождениях от греха, и Он им говорил истину. И когда Он видел, как эти люди меняются, как они освобождаются, как меняется их жизнь, это была самая большая радость для Него. И дальше мы читаем, что Христос пошел на крест, и на кресте Он совершенно выполнил волю Отца, и Он имел от этого полнейшее довольство. Пророк Исаия наперед пророчествовал об этом, и мы читаем Исаия, 53 глава, 11 стих. На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством. Мы христиане, мы последователи Иисуса Христа, мы знаем эти истины, и мы знаем главную истину, что удовлетворение для нашей души мы можем иметь только тогда, когда мы знаем волю Божью, и когда мы выполняем волю Божью. Мы это знаем, но иногда мы об этом забываем. Иногда случается так, что мы чем-то можем увлечься. Иногда случается так, что мы можем забыть о воле Божьей, и начинаем преследовать какие-то свои цели, свою волю. И когда мы это допускаем, то в нашу жизнь приходит что? Неудовлетворение, разочарование. И это иногда приходит, даже когда мы добились своих целей. Когда мы добились от того, что мы хотели. Но в итоге мы чувствуем, что это все лишь суета, сует и томление Духа. Помните, Екклезиас, который все имел, то, что он хотел, но говорит, суета, сует и томление Духа. И поэтому мы сегодня, я хочу немножечко нам напоминать о воле Божьей. Хочу привести очень такой хороший пример из Священного Писания. Это пример апостола Павла. Мы знаем жизнь апостола Павла, что она была нелегкой. Апостол Павел очень много путешествовал, совершал эти евангелизационные путешествия, и они были тяжелые. У него не было возможности путешествовать на машинах, как мы сейчас имеем эту возможность. Эти корабли, на которых он плавал, они не были такими комфортными, как сейчас. И это было тяжело. Когда апостол Павел приходил в какой-то город и начинал проповедовать, он не знал, чем закончится его проповедь. Его проповедь могли принять, а могли отвергнуть. Его могли побить, его могли посадить в темницу, его могли убить. Это было нелегкое служение. Но когда уже пришло время, когда Павел понимал, что время его жизни уже заканчивается, он написал такие слова. Второе послание к Тимофею, 4 глава 6 стиха. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судья, в день Онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Читая эти слова, мы можем видеть, что они наполнены миром, они наполнены удовлетворением, они наполнены довольством. Почему? Потому что апостол Павел имел такое счастье, знать волю Божью и исполнять эту волю в своей жизни. И если мы хотим иметь удовлетворение от своей жизни, мы должны искать волю Божью. Как мы можем искать волю Божью? Здесь все очень просто. Мы становимся на колени и говорим, «Господи, открой мне свою волю. Я хочу знать Твою волю». Когда мы так молимся Богу, Бог открывает нам Его волю. У Него есть разные пути открыть нам Его волю. Через Слово Божие, через проповедь, через пророчества, через какие-то обстоятельства, Бог всегда готов открыть нам Его волю. Проблема заключается в другом. Всегда ли мы готовы принять Его волю, подчиниться Его воле? И я хочу сказать, что принять волю Божью это непросто. На это нужно мужество, на это нужна вера. И здесь только человеческих сил недостаточно иногда, чтобы согласиться с волей Божьей. Без Бога, без подкрепления от Бога нам иногда просто невозможно принять волю Божью. Мы можем посмотреть на Христа, что был определенный момент в Его жизни, когда Ему трудно было принять волю Божью. Мы все знаем этот момент, это Гефсиманский сад, когда Христос молился Богу, Отцу Своему, и говорил, да минует сия чаша мимо Меня, но пускай будет не как Я хочу, как Ты. Почему Христос так молился? Потому что Ему было трудно. Он нуждался в подкреплении. И что произошло потом? Бог послал ангела, который укреплял, который давал эти укрепления и силу, и после этого Христос уже мог спокойно выйти к этим воинам, которые пришли уже брать его, и Он смог спокойно совершить ту волю, для чего Он пришел на землю. И как мы читаем, читали раньше, что Он потом имел абсолютное довольство от того, что Он совершил волю Божью. Это всегда так. Когда мы только первый раз хотим принять волю Божью, это бывает трудно. Но когда мы соглашаемся с этим, тогда Бог дает нам подкрепление. Он дает силы. И дальше Он дает нам видеть это довольство в исполнении Его воли. Мы говорили только что о служении Иисуса Христа. Мы немножечко говорили о служении апостола Павла. Это были глобальные служения. Иисус Христос совершил служение спасения всех человеков. Павел совершал также большое служение, это спасение язычников. Он шел к язычникам, там проповедовал, там были церкви, которые он начинал эти церкви. Это было очень большое служение. Но я хочу сегодня всем нам сказать, что всякое большое служение, оно начинается с чего-то маленькое. И если мы хотим знать волю Божью в большом, мы должны научиться видеть волю Божью в маленьком, даже в нашей повседневной жизни. Это очень хорошо, когда мы в нашей повседневной жизни молимся Богу, Господи, Ты дал мне этот день, покажи, что Ты хочешь, чтобы я делал в этом дне. Может, это не будет какое-то большое дело, может быть, это будет абсолютно касаться каких-то бытовых вопросов, но покажи, что мне делать, чтобы тебе было приятно, чтобы я исполнил Твою волю. Вы знаете, я хочу привести такой маленький пример и со своей жизни, и это будет такой, может быть, несерьезный пример, и я прошу вас, не зайдите ко мне в этом случае, но это был мой маленький опыт из повседневной жизни. Вы знаете, как-то мы ездили с семьей на природу на несколько дней, и мы хорошо отдохнули, хорошая была природа, и все было хорошо, благополучно, Бог все это благословил, и вот мы вернулись домой, и я не знаю, какое-то было непонятное состояние внутри меня, вроде бы все хорошо, но то ли я уставший был, то ли какая-то другая причина, какой-то внутри я чувствовал дискомфорт, знаете, не знаю, что ты хочешь, то ли кушать не хочешь, спать не хочешь, работать не хочешь, и вот такое состояние, и я перед этим думал о воле Божьей, вот я размышлял об этом, и я так себе помолился, Господи, если я не знаю, что я хочу, открой мне, что ты хочешь, чтобы я делал то, что ты хочешь, и когда я вот так помолился, мой взгляд упал на сумки, которые стояли у порога, но мы вернулись и вот так поставили сумки, и мысль, первая мысль, которая мне пришла, разбери вот эти сумки, разложи все по местам, это будет приятно Богу, вот такая мысль пришла, я никогда раньше это не делал, обычно этим занималась жена, и она знает, куда что положить, ну вот пришла такая мысль, думаю, ну хорошо, сделаю, я начал разлаживать, минут сорок мне это заняло времени, помыть там, положить куда что надо, и потом я почувствовал все нормально внутри, как-то все стабилизировалось, и оставшийся день прошел хорошо, и потом пришел вечер, и Света говорит мне, ты знаешь, мне так понравились эти выходные, так мы хорошо отдохнули, я говорю, да, конечно, это природа, это хорошо, надо почаще ездить, она говорит, а еще мне понравилось на этих выходных, что ты сумки разобрал, расставил все, и она говорит, слушай, ты же, наверное, про меня думал, хотел мне приятное сделать, я говорю, ну, если честно, про Бога думал, ему хотел приятное сделать, и она засмеялась, говорит, ну, ладно, меня это устраивает, мне тоже было приятно, и вот такое маленькое, как бы для меня было научение, когда ты хочешь выполнить волю Божью, даже в малом, хотя, когда ты хочешь угодить Богу, даже в малом, в конечном итоге, это приятно тебе, это приятно твоим домашним, и это приятно Богу, потому что так написано в Библии, мы читаем, что воля Божия, мы можем прочитать, она есть какая? Она есть благая, и когда мы это начинаем понимать, иногда ее трудно принять, но когда мы ее принимаем, мы вдруг обнаружим, что это было благо для нас и для Бога, и мы тогда начинаем искать эту волю. И сегодня мы пришли на это служение для того, чтобы искать волю Божию, для того, чтобы Бог открывал нам Его волю, для того, чтобы мы могли ее исполнять и иметь удовлетворение для своей души. Конечно, я понимаю, что у каждого из нас есть какие-то свои желания, и в этом нет ничего плохого, если у нас есть какие-то желания. Если кто-то хочет иметь хорошее образование, и он к этому стремится, такое желание, ничего плохого в этом нет, или кто-то хочет бизнесом заниматься, или может быть жениться, или может быть какое-то служение в церкви иметь, это хорошо, если у нас есть эти желания. Но единственное, что мы должны делать, проверить, насколько эти желания соответствуют воле Божьей. А проверить это очень просто, помолиться Богу, написано, открывайте все желания свои в молитвах перед Богом, и просто сказать, Господи, имею это желание, если оно от воли Твоей, благослови, и покажи мне, что это воля Твоя. Если не от воли Твоей, то дай мне силы принять Твою волю. И если мы так будем приходить к Богу, Бог будет нам открывать свою волю, будет давать силы принимать эту волю, и будет давать нам видеть благо в этой воле, и видеть удовлетворение нашей души. Пускай Бог нас в этом благословит, и мы сейчас ставши будем молиться. Аминь. Аминь. Аминь.